Нейсерия менингидидис или просто менингокок – это грамма отрицательной круглой бактерии, вызывающей менингит, а также такие жизнеугрожающие состояния, как сепсис и диссеминированное внутрисосудистое свёртывание или ДВС. Менингокок имеет тонкую пептидогликановую оболочку, которая не может удержать фиолетовый краситель во время окраски по грамму. Вместо этого, как и любая грамма отрицательной бактерии, она окрашивается в розовый сафрониновым красителем. Менингокок в основном существует в паре, такая форма называется диплокок. Они располагаются бок о бок, поэтому выглядят как кофейное зерно. Также эта бактерия неподвижна, не образует спор и является облигатным аэробом, то есть для роста и развития ей необходим кислород. Наконец, менингокок – каталаза и оксидаза позитивный, а значит, продуцирует оба этих фермента. Растёт бактерия на специальной шоколадной среде под названием агар Тайра Мартина, который в основном состоит из овечьей крови. Также туда добавляют такие противомикробные и противогрибковые препараты, как ванкомицин и нестатин. Это нужно для подавления роста нежелательных бактерий или грибов, а также максимального роста вида нейсерии. Стоит отметить, что другие виды нейсерии, например, гонореи, обладают теми же свойствами. Для того, чтобы их отличить, используют тест ферментации мальтозы, потому что менингокок может ферментировать мальтозу, а гонокок – нет. Для такой проверки образец чистой культуры переносит в стерильную пробирку, содержащую смесь фенолового, красного и мальтозы, затем всё это инкубирует при 36 градусах в течение 24 часов. Менингокок вызывает кислое брожение мальтозы, поэтому раствор в пробирке приобретает жёлтый цвет. Если же в пробирке был гонокок, цвет так и останется красным. Менингокок имеет ряд факторов патогенности. Их можно сравнить со штурмовым оружием, которое помогает атаковать и разрушать клетки хозяина и уклоняться от иммунной системы. Менингокок инкапсулирован, он окружён полисахаридной оболочкой, называющейся капсулой. Капсула имеет пили, волосковидные структуры, которые помогают прикрепляться к клеткам хозяина. Под капсулой располагается внешняя клеточная мембрана, содержащая такие белки как OPA и OPC, которые также помогают менингококу прикрепиться к клетке. Бактерия продуцирует токсины. Наиболее значимым является иммуноглобулин А протеаза. Это токсичный белок, который разрушает иммуноглобулин А. Иммуноглобулин А содержится в секрете слизистой оболочки носоглотки и противостоит чужеродным бактериям. Если точнее, то он помечает эти бактерии для того, чтобы нейтрофилы смогли их распознать и уничтожить. Поэтому иммуноглобулин А протеаза разрушает самую первую линию защиты слизистой оболочки. Не все молекулы иммуноглобулина А уничтожаются, поэтому часть менингококов всё же апсонизируется и уничтожается нейтрофилами. Внутри нейтрофила менингокок находится в фагосоме. Внутри фагосомы выделяются активные формы кислорода, например, перекись, которые должны убить бактерию. Однако, менингокок выделяет каталазу, которая разрушает перекись. К сожалению, это приводит к победе бактерий над нейтрофилом, после чего она начинает использовать побеждённого для своего размножения. Со временем нейтрофил переполняется и разрывается, высвобождая менингококи в кровоток. Возникает менингококцемия. В кровотоке бактерии используют другой токсин – белок, связывающий фактор H. Фактор H участвует в альтернативном пути комплимента, а значит в антибактериальном иммунитете. Токсин, в свою очередь, блокирует эту активность. Это позволяет менингококу распространяться, размножаться и продуцировать токсины, вызывающие разрушение эндотериальных клеток капилляров, что приводит к кровотечениям. Также менингокок имеет антиген клеточной стенки, а именно липоолигосахарид, или коротко ЛОС, который может вызвать иммунную реакцию, приводящую к сепсису. Кровеносные сосуды расширятся, артериальное давление из-за этого упадёт, а жизненно важные органы не получат достаточного количества крови. Наконец, менингококовый сепсис может вызвать диссиминированное внутрисосудистое свёртывание, или коротко ДВС. Повреждённые эндотелиальные клетки высвобождают прокоагулянт, тканевый тромбопластин, под влиянием которого образуются сгустки внутри кровеносного сосуда. Со временем запас тромбоцитов и факторов свёртывания истощается. Это приводит к массивному кровотечению во всём организме. Если кровотечение происходит в надпочечниках, давление в железе повышается и сосуды спазмируются. В результате развивается ишемия, и в дальнейшем некроз гормонпродуцирующих клеток надпочечников. Это состояние известно как синдром Уотерхауса-Фридриксена. Недостаточный синтез гормонов надпочечников, особенно альдостерона и кортизола, может усугубить шок. Хорошая новость заключается в том, что у большинства людей менингокок может колонизировать только слизистую носа и глотки, не причиняя вреда, благодаря хорошей работе иммунной системы, которая ограничивает их рост и предотвращает дальнейшее распространение в кровоток. Именно поэтому в группе риска находятся люди со слабой иммунной системой, а это младенцы, пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, люди с сахарным диабетом, онкозаболеваниями, а также люди, злоупотребляющие алкоголем. Поскольку селезёнка играет важную роль в иммунитете против инкапсулированных бактерий, менингококковые инфекции также распространены у людей, перенёсших спленоктомию, то есть удаление селезёнки, а также у людей с функциональной аспленией при серповидно-клеточной анемии. Очень часто менингококковая инфекция приводит к менингиту. Менингокок чуть ли не единственная инфекция, которая вызывает эпидемический менингит. Зачастую он возникает у людей, живущих в большой скучности, например, у солдат или среди населения с общим источником пресной воды. Менингит возникает, когда бактерия через кровоток попадает в головной мозг, повреждая своими токсинами эндотелиальной клетки ГЭП. Далее они оказываются в спинномозговой жидкости, где вызывают воспаление или менингит. У людей с менингитом появляется головная боль, лихорадка и скованность в шее. Симптомом менингококцемии является петихиальная сыпь. Возникают пятна небольшого размера красного или фиолетового цвета, которые зачастую появляются на туловище и нижних конечностях. При развитии сепсиса могут быть такие признаки шока, как гипотензия и тахикардия. Для диагностики менингокока необходим посев крови, а также люмбальная пункция для получения спинномозговой жидкости с целью её анализа и дальнейшего посева. Лечение начинают с назначения цифтриоксона. После получения антибиотикограммы его можно поменять на пенициллин G. Также цифтриоксон, рифампицин или ципрофлоксацин могут быть назначены с профилактической целью у контактных лиц. Люди с высоким риском заражения нуждаются в вакцинации. К ним относятся младенцы, дети и подростки, взрослые с заболеваниями селезёнки, а также люди, собирающиеся в путешествия в эндемичные регионы. Существует два вида вакцин против менингокока. Первый – это конъюгированная менингококковая вакцина. Её обычно дают детям и подросткам. Второй – это рекомбинантная менингококковая вакцина, которую обычно используют у взрослых. Резюмируем. Нессерия менингитидис – это грамотрицательный диплокок, который растёт на агаре Тайра Мартина. Менингококк неподвижен, не образует спор, оксидаза и каталаза позитивный, может сбраживать мальтозу. К факторам патогенности относятся капсула, пили, паротеины, ОПА, ОПС, иммуноглобулин А протаза и лоз. Менингококкемии часто приводят к менингиту, но также может приводить и к другим жизнеугрожающим состояниям, например, сепсису, ДВС и синдромы Уотерхауза-Фридриксена. Лечение включает в себя немедленное назначение цифтореаксона внутривенно при подозрении на менингококк. В дальнейшем лечение корректируют на основе антибиотика граммы. Субтитры создавал DimaTorzok